Всем привет, с вами я, Воватешевский, и я продолжаю рассказывать о новинках, представленных на МВЦ 2014 в рамках своей рубрики техно-новостей. И я пользуюсь такими сайтами, как Engadget, The Verge и Mashable. Но о следующем героях, вообще, или следующих, следующем, то есть, в принципе, по сути, это три устройства от компании HP. HP, наибольшую информацию, которую я нашел на русском языке, это на fordpa.ru. Поехали на эту выставку и, соответственно, уже запилили более подробную информацию о этих устройствах. Но, вообще, это три устройства. HP Slate 6 VoiceTab, HP Slate 7 VoiceTab и HP 7 Extreme. То есть, получается так, что именно Slate это как смартфоны, только больших диагоналей, а Extreme это планшет, который лишен возможности звонить, но у него, как бы, более мощное железо. И вообще, за более подробными фоточками рекомендую зайти на этот сайт. По характеристикам могу сказать, что вообще смартфоны получили весьма, ну, неплохие характеристики. Хотя, как для 7-дюймового, не очень-то, но как для 6-дюймового, это HD-экран 1280 на 800. Это средний показатель. По сути, я помню, Ascend Mate от Huawei и, по-моему, Ascend Mate 2. Он тоже с HD-экраном, если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, получается так, что никаких таких, прям, сверхъестественных новостей нет. Ну, просто нюанс в том, что Hewlett Packard уже пытается второй или третий раз войти на рынок смартфонов. И, помните, было вообще такое, прям, громкое заявление, что они продают свою, как бы, мобильную часть своего бизнеса. И, как-то у них там, то ли это не состоялось, то ли и состоялось. В общем-то, по дизайну эти устройства, ну, по крайней мере, по передней части чем-то напоминают смартфоны от HTC. Особенно последние, особенно вот эти вот двойные спикеры, фронтальные динамики на двух сторонах. Интересный нюанс в том, что процессоры, процессоры у данных устройств, это четырехъядерный процессор Marvel. Marvel, ну, Marvel не комиксы, а Marvel это с двумя L. Ну, какое-то там наименование с частотой. 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной, плюс 32 можно докидывать, 5 Мп камера. В общем-то, в принципе, ну, я так понимаю, что устройства неплохие. Не знаю, зайдут ли они на наши рынки, то есть, украинский, российский и вообще русскоязычный. Но я бы не против был бы затестировать и посмотреть данные устройства, потому что они, ну, в общем-то, интересные, да. То есть, плюс ко всему, 7-дюймовый, как бы, формат планшета, только он умеет звонить. Опять же, это конкурент Samsung Galaxy Tab 3 и Huawei, по-моему, вот этот X1 новый ихний. Ну, только-то, правда, премиум устройство, но как премиум, особенно по цене, там и Full HD экран, то есть, здесь всего лишь HD. Но, в общем-то, 7-дюймовая звонилочка Asus PhonePad, точно, конкурент Asus PhonePad HD 7, второму поколению. И, что касается экстрима, могу сказать, что на экстриме идет NVIDIA Tegra, скорее всего, там идет NVIDIA Tegra 4. Насколько я помню, в Tegra 4 идет по 1,9 ГГц процессор, 1 ГГц оперативной памяти, 16 встроенной плюс-сим-карты, уй, microSD-карты, 5 Мп камера и тоже HD-экран. То есть, в принципе, только процессор помощнее. В принципе, для HD-экрана Tegra 4 это вообще круто. То есть, если это устройство будет стоить недорого, то очень даже хороший аппарат для игр, то есть, для людей, которым нужен 7-дюймовый планшет и поиграть, Tegra 4 очень даже отлично. По ценам это приблизительно где-то 300-350 долларов, это за смартфоны, которые могут звонить. То есть, 300 это приблизительно цена Slate 6, Slate 7 стоит чуть дороже. И, что касается Xtreme, ну, он будет, может, даже и дешевле за счет того, что в нем нет возможности звонить. Ну, к примеру, предположим, что Asus PhonePad стоит где-то 200 долларов. Вот этот Slate тоже должен приблизительно стоить в районе 200 долларов. Как человек, который делает обзоры, я хотел бы получить такие гаджеты для обзора, для того, чтобы рассказать о них и посмотреть, насколько они интересны. Все, это была рубрика новостей с выставки МВЦ. С вами был я, Володя Шевский. Не забудьте подписаться на канал, красная кнопочка подписаться, ставить лайк этому видео. И всем пока, до новых встреч, новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok